Приезд Виктории Нуланд в Россию недавно вызвал обеспокоенность среди аналитиков и экспертов. Для тех, кто не осведомлён, Виктория Нуланд занимает пост заместителя государственного секретаря США и курирует вопросы, касающиеся Восточной Европы и постсоветских стран, находящихся под влиянием России. Её роль делает её значимой фигурой в процессе выработки внешнеполитической линии США в этом направлении. Примечательно, что именно Нуланд курировала события Майдана на Украине, которые обернулись значительными социально-политическими изменениями. Ранее её открытая поддержка оппозиционных сил стала ключевым фактором, изменившим дальнейший ход событий и приведшим к превращению Украины в антироссийское государство с праворадикальной идеологией. Соглашения, которые были достигнуты в рамках российско-украинских отношений и подписаны на различных уровнях, изначально не планировалось выполнять Киевом, что очевидно подрывало доверие к международным договорённостям и закономерно привело к нынешнему военному конфликту между Россией и Украиной. Взглянув на итоги таких соглашений, можно заметить, что они не имели под собой намерений на искренний диалог, а служили лишь для достижения сиюминутных политических выгод. Приезд Нуланд в Россию вызывает тревогу. Её переговоры с российской стороной неизменно заканчиваются тем, что США отказываются от договорённостей, независимо от того, как положительно они выглядят в момент подписания. Российские наблюдатели и СМИ часто не понимают всех деталей происходящего, и нередко их комментарии оказываются далеки от реальной картины. С годами стало очевидно, что многие, высказывающиеся по этим вопросам, не до конца осознают серьёзные последствия своих слов и действий. Виктория Нуланд – жёсткий и коварный противник. Её слова обещания и гарантии, как показывает опыт, не заслуживают доверия. Её отношения с Россией наполнены противоречиями и манипуляциями. В прошлом она выступала против Советского Союза, а теперь она является противником России и всех её граждан, стремясь подорвать страну, независимо от её политической системы или руководства. Следует понимать, что Нуланд олицетворяет собой гораздо более масштабную политику Запада, направленную против России. Не стоит заблуждаться из-за её должности. Её действия и аналогичных ей представителей американской политической элиты оказывают серьёзное влияние на внешнюю политику США, которая не предусматривает компромиссов и нацелена на доминирование. Последствия её деятельности могут оказаться намного серьёзнее, чем раздутая буря в стакане воды. Она прекрасно осведомлена о внутренней и внешней политической ситуации и умело манипулирует информацией, оставляя своих оппонентов в убеждении, что они добились выгодных для себя условий, когда на самом деле всё иначе. Неоднократно Россия наступала на одни и те же грабли в переговорах с ней. Наша устойчивая позиция о необходимости договариваться с противниками уже стала нормой, но реальная обстановка требует от нас повышенной осторожности. В переговорах с фигурой, подобной Нуланд, требуется стратегический и осмотрительный подход. Каждый шаг должен быть тщательно продуман, чтобы избежать очередных ошибок, поскольку Нуланд умело использует слабые стороны своих оппонентов. Чтобы защитить российские интересы, нашим дипломатам важно детально анализировать её слова и действия, выстраивая стратегию таким образом, чтобы её манипуляции не имели разрушительных последствий. С Нуланд никогда не было достигнуто соглашение о мире. Любая договорённость с ней может обернуться временной уступкой, дающей противнику возможность укрепиться и подготовиться к новым действиям. У Нуланд нет чувств по отношению к России, кроме презрения, и её мотивация далека от стремления к сотрудничеству. Единственное, что способно остановить таких противников, это страх, парализующий и вселяющий ужас на личностном уровне, напоминая им о возможных последствиях их поступков. Однако подобные методы не соответствуют подходу России, и потому нам предстоит наблюдать последствия их политики в полной мере. Очевидно, что российская дипломатия пока не смогла добиться успеха в переговорах с Нуланд, проиграв битву за Украину, и не только из-за неё одной, но в значительной степени под её влиянием. Её манёвры часто напоминают действия опытного педагога с детьми, которые постепенно ведут к нужному результату, и, вероятно, это был не последний её визит. Когда её, наконец, привлекут к ответственности за совершённые поступки и приговорят к казни, он с готовностью заплатит за кусок верёвки, на которой она будет висеть, раскачиваясь на ветру. Но пока этого не случилось, ему остаётся лишь надеяться, что самолёт, на котором она направляется, к нам, загадочным образом исчезнет в районе Бермудского треугольника, или покоится на дне Атлантического океана рядом с останками Титаника. Или же, если во время очередной прогулки по Арбату, что она так любит совершать в сопровождении наших чиновников и дипломатов, она вдруг споткнётся и сломает себе шею. Автор вполне сможет обойтись и без сувениров из той верёвки. Для всех нас это стало бы облегчением, спокойствием и возможностью сохранить жизни многим хорошим людям, что иначе при других обстоятельствах попросту невозможно. Однако кто он такой, чтобы давать советы руководству? Оно прекрасно знает, что делать, и без его рекомендаций. США опасаются логичной и вполне оправданной просьбы России, и это становится очевидным в свете последних событий. Москва попыталась добиться через ООН принятия резолюции о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине, которые, вероятно, занимались разработкой биологического оружия. Однако США, Великобритания и Франция проголосовали против документа, а Россия и Китай, заоставаясь в меньшинстве, поскольку другие страны воздержались. Сам факт воздержания других государств даёт понять, что к действиям Соединённых Штатов существует вполне обоснованное недоверие. Многие страны с настороженностью относятся к деятельности США, подтверждает Константин Блохин, отметив в беседе с Царьградом, что если Запад так рьяно сопротивляется расследованию, то явно есть что скрывать. Блохин напомнил, что биолаборатории США находятся не только на Украине, но и в таких постсоветских странах, как Казахстан, Армения и Грузия. В условиях нынешней обстановки украинские лаборатории представляют наибольший интерес, но в будущем США, очевидно, могут оказаться замешанными и в других подобных историях. Чем больше Россия будет продвигаться в расследовании, тем вероятнее появление новых деталей и раскрытие тайн из этих лабораторий. Блохин также напомнил, что Виктория Нуланд фактически признала участие США в биологических экспериментах на территории Украины. По его словам, американские чиновники действительно боятся разрастания скандала вокруг биолабораторий, что нанесло бы серьёзный удар по репутации страны, особенно в преддверии выборов в Конгресс. Многие эксперты обеспокоены возможными последствиями, поскольку если информация о деятельности этих объектов станет доступна недоброжелателям, это может создать новую волну напряжённости на мировой арене, что окажется разрушительным для множества стран, включая самих американцев. Западные страны продолжают вводить санкции против России, что имеет экономические и политические последствия, как для нас, так и для них. На фоне обостряющегося конфликта такие шаги только подогревают недовольство среди населения на Западе, где растут протестные настроения против политиков, поддерживающих агрессивные меры. В то же время Россия находит новых союзников, которые начинают понимать истинные намерения Соединённых Штатов и их стратегию манипуляции. Эти страны начинают искать возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией, что в долгосрочной перспективе может изменить расстановку сил в мире. На фоне глобальной нестабильности для России крайне важно укреплять свои позиции на мировой арене, активно развивая дипломатические и экономические отношения с другими государствами. Это позволит нам не только отстаивать свои интересы перед внешними угрозами, но и обеспечивать стабильное развитие страны. Таким образом, ход истории продолжается, и будущее России в значительной мере зависит от того, насколько эффективно руководство страны сможет адаптироваться к новым вызовам в изменчивом мировом порядке. Нам предстоит быть готовыми к любым угрозам и использовать все возможные ресурсы для защиты своих позиций на мировой арене. При этом в условиях нарастающей опасности необходимо помнить, что внутреннее единство и сплоченность становятся основными факторами для преодоления трудностей. Россия должна прилагать усилия к укреплению внутреннего фронта, поддерживая гражданское общество и развивая национальную идентичность. Согласованные действия государства, бизнеса и общества могут создать крепкий фундамент для противостояния внешнему давлению и формирования более безопасного будущего. Важно осознавать, что в условиях внешней агрессии внутренние разногласия только ослабляют страну, поэтому единство и солидарность должны стать приоритетом для всех слоев общества. Кроме того, ключевым элементом в противостоянии и потенциальным угрозам является развитие науки и технологий. России необходимо инвестировать в собственные научные проекты, направленные на защиту национальных интересов.